всем привет меня зовут алена и вы на канале факты today приятного просмотра британская королевская семья не знала что делать супругой принца гарри меган маркл заявил писатель роберт лейси об этом сообщает издание daily mirror нужно понимать что вся монархическая стратегия построена на взаимной поддержки всех членов королевской семьи объясняет лейси а меган все это изменила она непростой человек и у нее опасно высокий уровень веры в себя по словам писателя ситуация осложнилась тем что принц гарри не старший сын принца чарльза и потому вряд ли станет королем они никогда не знали что делать с младшими сыновьями не говоря о шаженных младших сыновей заметил он роберт лейси британский историк автор биографии лизаветы второй и книги воина братьев о конфликте принцев гарри и уильяма считающийся экспертом по делам британской королевской семьи он был историческим консультантом телесериала корона рассказывающего о жизни британской королевы 39-летняя меган маркл продолжает судиться с британскими сми the mail on sunday email онлайн и их издателям associated newspapers из-за публикации отрывков ее личного письма отцу томасу марклу написанного в 2018 году недавно прессе удалось выяснить новые подробности этой истории издание vanity fair сообщило что на днях адвокаты звезды обратились в суд с просьбой рассмотреть ее иск в упрощенном порядке если это требование герцогини сосекской будет удовлетворено то ей удастся избежать публичных слушаний дела на которых ей наверняка придется лицом к лицу столкнуться со свидетелями противоположной стороны в том числе со своим отцом томасом марклом эта встреча вряд ли обрадует герцогиню ведь с отцом она повздорила еще перед свадьбой с принцем гарри с того момента они не встречались при этом томас неоднократно признавался прессе что после замужества дочь будто забыла о его существовании не заботится о нем и не помогает финансово также выяснилось что суд удовлетворил ходатайство меган маркл о переносе даты следующего слушания которое изначально должно было состояться в январе 2021 года новые сроки будут определены осенью следующего года напомним что в прошлом месяце мэган не смогла доказать что не сотрудничала с королевскими биографами амидом скоби карол эндюран недавно выпустившими книгу под названием гарри и мэган их современная королевская семья тогда издание mail on sunday обвинила мэган в передаче личной информации автором книги с целью изложить происходящее событие в нужном ей ключе в итоге судья франческа кей постановила что таблоид может опираться на моменты скандальной биографии супруга в своей линии защиты в ходе рассмотрения дела в верховном рассмотре журналисты раскрыли общую стоимость аксессуаров герцогини сасекской мэган которые ранее принадлежали матери ее супруга принцессе диане информация появилась на сайте the sun согласно материалу все ювелирные изделия принцессы дианы после ее смерти в 1997 году были переданы ее сыновьям гарри уильяму которые в свою очередь разделили украшение поровну и подарили их своим женам мэган маркл и кейт миддлтон теперь супруга принца гарри часто появляется на публичных мероприятиях в аксессуарах в которых раньше выходила в свет принцесса диана отмечается что общая стоимость всех украшений составляет 650 тысяч фунтов стерлингов так например марку надевала кольцо с аквамарином на собственную свадьбу по словам гемолога александра мечел александра митчел упомянутое изделие являлось заменой обручального кольца принцессы дианы после ее развода с принцем чарльзом эксперт добавила что из-за необычной истории его цена на аукционе может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов помимо этого герцогини снялась вместе с мужем для журнала time в золотых часах бренда кортье за 17,8 тысяч фунтов стерлингов мать принца гарри получила их в подарок от отца во время празднования 21 дня рождения основатель компании по перепродаже предметов роскоши престиж пан брокерс джеймс константину считает что часы могут уйти с лотка за 500 тысяч фунтов стерлингов папарацци также запечатлели 39-летнюю марку золотом браслете украшенным синим сапфиром и несколькими бриллиантами по мнению константину их стоимость варьируется от 4 до 6 тысяч фунтов стерлингов кроме того герцогини не раз посещала мероприятия в золотом комплекте украшений с бриллиантами и сапфирами который состоит из серег выполненных в виде бабочек и ожерелья с таким же кулоном впервые диану заметили в этих аксессуарах в середине 80-х во время тура в канаде думаю что их цена сейчас 50 тысяч фунтов стерлингов добавил константину ранее скотч сообщал об американской певице мали сайрус которая описала встречу с нло после употребления наркотиков сайрус заявила что после инцидента и и трясло пять дней она не могла смотреть на небо так как боялась возвращения нло по словам артистки ей даже удалось разглядеть существо которое находилось внутри летающего объекта просмотра супруги кейт миддлтон и принц уильям в поисках экономки им нужна женщина которая будет помогать с детьми и по дому а также возьмет на себя некоторые организационные обязанности в частности займет должность старшего домработника объявление с описанием должности опубликовано на официальном сайте королевских вакансий в нем говорится что экономка должна быть осмотрительно и полностью сохранять конфиденциальность информации это прекрасная возможность присоединиться к нашей сплоченной и позитивной команде вы станете человеком который по-настоящему любит свою работу вы будете принимать вызовы и развивать свои собственные знания и навыки также сообщается что помощница кейт и уильяма будет в основном проживать в кенсингтонском дворце и при необходимости ездить счетой в путешествие а вот какая зарплата ждет соискателя неизвестно за меган маркл и принцем гарри продолжают пристально следить даже после бегства из дворца об этом пишет британский таблоид экспресс как известно бывшие герцоги еще весной отказались от исполнения королевских обязанностей но за ними пристально следят общественные организации и с громкими обвинениями в адрес меган маркл и принца гарри выступили в британии так бывших герцогов обвинили в том что они якобы продолжают использовать королевские титулы в своих личных целях по словам гендиректора организации репаблик грэма смита который выступает за отмену монархии маркл и гарри пользуются своим статусом несмотря на бегство из дворца они пользуются своим статусом и титулами в личных целях если они решили отказаться от исполнения обязанностей то не должны так делать уверенно заявил смит общаясь с журналистами ранее мы рассказывали как меган с гарри взбесили своим поступком принца уильяма бывшие герцоги после рождения арчи решили по-тихому вернуться в королевский дворец и лишь спустя несколько часов официально сообщили о появлении своего первенца это не понравилось уильяму и кейт мидлтон которые навидали малыша через несколько дней королевской семье обеспокоены конфликтом принцев уильяма и гарри и уверяют что это катастрофа для монаршича горе в королевской семье швеции супруга короля карла 16 густого объявила о смерти брата который скончался после длительной болезни шведская королева сильвия оплакивает смерть родного брата вальтера замерлата в официальном заявлении королевской семьи говорится что мужчина не стало в пятницу 23 октября 2020 года в больнице каролинского университета в худинге передает joinfo.ua в заявлении дворца говорится что 86-летний вальтер ушел из жизни в результате болезни моя семья я испытывает огромную грусть и тоску по моему брату вальтеру заявила ее величество королева что касается семьи вальтера замерлата мы просим уважать и с пониманием отнестись что сейчас чувствуют его родные сильвия младший ребенок немецкого бизнесмена карла замерлата и бразильянки алиса саарис даталеда у нее было три брата в живых остался только один ральф третий брат йорк скончался в 2006 году на олимпийских играх в 1972 году сильвия встретила наследного принца через год карл густав занял престол а еще через два влюбленные поженились у пары родились трое наследников старший ребенок принцесса виктория должна занять престол после отца как и ее дочь принцесса эстель после